В эфире Слудск ТВ главный информационный проект «Время новостей» в студии Анастасия Жигальская. Здравствуйте! И в ближайшее время о самых главных событиях нашего региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повседневная забота о здоровье населения, предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной жизни. Все это передает особый статус медицинским работникам, людям высокого общественного долга. Традиционно каждое третье воскресенье июня свой профессиональный праздник освещают медицинские работники. Прямо сейчас в Слудском городском, в Доме культуры, в Слудске и в Слудске. Врачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых и ответственных профессий. С профессиональным праздником медиков случины поздравил председатель Слудского располкома Владимир Гога. От имени Слудского районного исполнительного комитета, Слудского районного совета депутатов, и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Я делаю это с чувством глубокого уважения к людям в белых халатах. Ваша профессия никогда не знала праздников и выходных. Требовала большого терпения, огромных физических, душевных сил, знаний и умений, мужества и сострадания. А в последние годы мы особенно отчетливо осознали, насколько важен для общества, для судьбы нашей страны труд врачей и медицинских сестер, фармацевтов, санитаров, фельдшеров и экипажей скорой помощи. Дорогие друзья, от всей души желаю вам неиссякаемой энергии и терпения. Особое слово благодарности хочется выразить тем, кто в праздничный день будет находиться на трудовом посту. Искренняя признательность ветеранам медицины, отдавшим многие годы здравоохранению. Спасибо вам за трудолюбие, за самоотдачу, высокое служение долгу. Еще раз примите самое сердечное поздравление с профессиональным праздником. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы и счастливы. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть. Это здоровье свое и своих близких. А это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. Все слова благодарности и почетные грамоты лучшим из лучших. Ирина Викторовна Вамищевич, медицинская сестра учреждения дошкольного образования детской поликлиники. Игорь Владимирович Новик, врач-травматолог-ортопед взрослой поликлиники. Юлия Игоревна Куринович, врач-апушер-гинеколог, женская консультация. Валентина Владимировна Красуцкая, врач-терапевт и женской консультации. Людмила Николаевна Курносова, медицинская сестра кабинета кожно-венерологического диспансера. Сейчас, находясь на этой сцене, мне очень приятно смотреть в глаза тех людей, с которыми мы долгие годы ковали и сейчас куем здоровье и здравоохранение Слудского района. Такие моменты еще более актуальными становится лозунг профсоюзного движения Беларуси, который звучит «Мы вместе». И поэтому, дорогие друзья, разрешите поздравить от себя и от профсоюзной организации вас с нашим прекрасным праздником, днем медицинского работника. Поблагодарить вас за тот тяжелый, скажем так, неоценимый труд, за ту способность понять, пойти навстречу больному человеку, за огромную самоотдачу. Вот. И, как говорят рентгенологи иногда, светят других, сгорают сам. Так вот, я хотел пожелать вам, чтобы вы не выгорали, не сгорали, чтобы было крепкое здоровье у вас, у ваших семей, чтобы все у вас получалось. Самое главное – мирного неба вам над головой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 врача-стоматолога-терапевта стоматологического отделения стоматологической поликлиники учреждения здравоохранения Служская центральная районная больница. Бриллиант Случины, лауреат международных и республиканских конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, стипендиат фонда Юрия Розума, обладатель Гран-при 22-го национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, талантливый Даниил Савенев одарил всех присутствующих своим невероятным исполнительским мастерством. Бриллиант Случины, лауреат международных и республиканом Пел и танцевал весь зал. ПЕСНЯ Какие же таланты рождает Служская земля! Медиков поздравили не только творческие коллективы Случины. Маме нравится, что у казачьей песни и танца стала вишенкой на празднике, а в праздничном торте поздравлений медицинских работников. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Снежно-зиною хочется лето, а жарким лето сладок лед зимы. Ждет одинокий пламя рассвета, твоим уютно под покровом злым. ПЕСНЯ Радуйся в жизни, даже в киносте, не вечно счастье больше не придет. Слушай себя, сердце стучит, сердце поет. ПЕСНЯ Радуйся, радуйся свету, радуйся больному веку, радуйся судьба тебя ласкает вновь. Радуйся звездному небу, радуйся теплому веку, радуйся тебе стучится вдов любовь. Тебе стучится вдов любовь. Тебе стучится вдов любовь. СДЕЛАТЬ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЗНАЛИ, что 15 июня – Международный день прогулки. Учащиеся Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, посещающие оздоровительную площадку, этот день провели вместе с теми, для кого долгие пешие прогулки и походы – дело привычное, с педагогами и учащимися Словутского центра туризма. Гости организовали для воспитанников Центра квесты грузу увлекательными заданиями. Дошкалята из детского сада «Агрогородка» Леньки подготовили песню. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСКИ ЛЕТО продолжается, и это прекрасная школа эмпатии и общения и для детей, и для взрослых. А в Слуцком центре туризма оздоровительная компания – это всегда и изучение родного края. Начинается самая горячая пора. Мы очень активно готовимся к этому периоду, потому что зависит отдых и безопасность ребят от того, насколько пройдет успешно наша подготовка. Поэтому заранее планируются и строятся маршруты. Маршруты, как правило, походов по территории нашей Беларусь. Есть в нашей стране что посмотреть, что показать, и дети с удовольствием отправляются по нашим походам на оздоровление. Предусмотрена и экскурсионная программа. То есть ребята в течение 9-дневного отдыха оздоровительна, они посещают интересные места, знакомятся с историко-архитектурными памятниками, узнают историю нашей Беларуси. Ну и, конечно, во всем этом они получают не только интеллектуальные какие-то знания, но еще и оздоровляются, потому что отдых их проходит на природе, в палатках, в хороших дружных компаниях. Как правило, команды уже формируются в течение года, основа, костяк. Поэтому, ребята, достаточно комфортно в таких дружных находиться компаниях. И, естественно, это вкусная пища, приготовленная на костре. За оздоровительный период мы должны предоставить отдых нашим ребятам, и пройдет где-то около 200 человек. Вот такое количество детей получит максимальное удовольствие от путешествий по Беларуси. Год наш был достаточно активный, сложный в некоторых моментах, напряженный, но достаточно продуктивный. Слудский центр туризма принял участие в областном турслете детском и турслете педагогов. Проходил он в Березинском районе, и как результат у нас и на детском, и на турслете педагогов первое место. Очень в такой борьбе проходил турслет, очень много команд претендовало на первое место, очень сильные. Мы отстояли наше звание. Кстати, педагоги уже 22-й год занимают первое место в Минской области. Да, и вот наши ребята едут на республику. Наши ребята участвуют не только в соревнованиях в Беларуси, но и принимают участие в международных соревнованиях. Ребята в составе нашей республиканской команды по ориентированию буквально вот вчера уже отправились на международные соревнования по ориентированию на полуостров Карелии. Приглашаем в Слудский центр туризма ребят, которые не нашли и не определились, как им провести лето. Приходите, звоните, мы будем рады всем и постараемся помочь организовать свое лето так, чтобы оно оказалось ярким, запоминающимся и самым лучшим. Какие же таланты растут на Слудской земле? Даниил Савеня, обладатель Гран-при конкурса молодых исполнителей. Мы пообщались с талантливым земляком. Моя великая семья, моя одиная ищина, по ветру неба и золя. 10 июня в Молодечное разрешилась интрига конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Представитель Минской области, Случанин, лауреат международных и республиканских конкурсов. Стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Стипендиат фонда Юрия Розума Даниил Савеня стал обладателем Гран-при и специальной премии имени Владимира Мулявина на национальном конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Ожидать Гран-при было, ну скажем так, было бы странно, но тем не менее я его не ожидал, и оно случилось. На самом деле очень приятно, что многие поздравляют, очень многие обращают внимание на то, что я вырос, как ментально, так и вокально. И, конечно же, это очень приятно слышать. Чувствовалась ли конкуренция среди участников, как вы считаете вообще, какая планка была задана в этом конкурсе? Вы знаете, конкуренция была, конечно же, сильная. Были ребята, которые не первый раз участвуют в этом фестивале, в этом конкурсе, но эта конкуренция была здоровая. Никто никому не пытался устроить какую-то подлянку, никто никого не пытался как-то унизить. Все шло вполне себе обычным чередом. Единственное, что постоянные репетиции какие-то, конечно, вносили сумятицу, а так все было достаточно достойно. Поделитесь своими планами, вообще с чего начался ваш путь творческий и своими планами на будущее? Мой творческий путь, если говорить о осознанном, начался, наверное, лет с 7, когда я начал учиться в Молодечнинской специализированной школе-интернат. Там меня заметила Татьяна Николаевна Стукалова, ныне Уилсон, и там уже мы начали активно развиваться вокально. Ну и со второго класса начались серьезные конкурсы, и так, в общем-то, я дошел до того, что в 2016 году начал заниматься с Еленой Викторовной Атрашкевич, автором двух песен, которые я, собственно, исполнял. И вот уже без малого 7 лет мы с Еленой Викторовной плечом к плечу, в общем-то, работаем и развиваемся. О планах на будущее говорить сейчас тяжело, потому что тенденции меняются, меняются запросы общества, и нужно постоянно соответствовать изменениям, чтобы быть, как говорится, в струе. Поэтому однозначно могу сказать, что вокал я ни в коем случае не оставлю, он будет присутствовать в моей жизни, вопрос только в какой степени и в каком виде. Ну а так, музыка – это моя жизнь, и, наверное, ее оставить просто невозможно. Осознанный творческий путь Даниила начался, когда ему было 7 лет, а неосознанный – с 4, когда его задействовали в утренниках в детском саду. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья в голосе вспоминает сейчас мама юного дарования. Талант мы заметили не сразу, конечно, понедельник, что ребенок у нас какой, совсем маленьком, юном, ну, каком, грудничком, каком, там, до года даже, может быть. Он очень любил маленькие магнитофончики, там, кассетники еще. И вот мы покупали, он их все время слушал, естественно, они ломались. И в один момент мы решили, что мы должны купить музыкальный центр, где три диска и две кассеты, чтобы это было постоянно звучание у него. Слушал. Вот первая кассета «Агния Барто», разная музыка, ну, естественно, первоначально сказки, как обычно с детком маленьким, вот. А потом ближе садовский возраст, естественно, в саду началось все это проявляться. Ну, так постепенно и пошло. Все время мы ездили с ним вместе. Поскольку у нас сейчас маленький ребенок, все его концерты мы смотрим по телевизору. Либо в интернете где-то я нахожу что-то. Естественно, мы ждали, прям ждали, 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 когда заврядства там третьей, второй степени, первой степени нету, значит, Даник. Значит, Даник, мы уже вот так сидели все. Ну, папа, правда, на работе, еще сестра у Даника есть. И вот мы просто на весь дом, наверное, на весь дом, наверное, слышу, что вы как оралили. Ура! Исполнение, наверное, мечты какой-то заветной его. Как он говорит, какие-то такие менее глобальные могут как-то исполниться постепенно. Ну, все, конечно, что он задумывает, пускай ему исполняется. Ну, хорошей дороги жизненной и хороших верных друзей, потому что, как показывает жизнь, практика и все в этом роде, это тоже большое как бы в жизни удача. Удача, да, удача, конечно. Он трудяга, он должен, мне кажется, добиться всего, чего хочет. А мечтает Даниила дружной и крепкой семье. Очень хочется, чтобы у нашего талантливого земляка все его простые мечты и самые заветные – сбылить. Централизованное тестирование стартовало 14 июня с белорусского языка. Далее через день будут проводиться испытания по другим предметам. Самые популярные предметы в этом году – физика, английский и русский языки. Ну, а для доставки слуцких школьников к местам проведения тестирования с 14 июня по 4 июля курсируют дополнительные рейсы по маршруту Слуцк-Солигорск. Дополнительные автобусы отправляются по мере наполнения с 8.50 до 9.00. Стоимость проезда в них – 3,82 рубля копейки. Выезд из Солигорска по окончанию тестирования. Справки по телефону 523-75-114. Госавтоинспекция Минской области с 17 по 19 июня проведет массированную отработку аварийно-опасных участков дорог с помощью негласного и смешанного контроля. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей в состоянии опьянения и бесправников проконтролируют соблюдение правил перевозки пассажиров и проезда пешеходных переходов к местам массового отдыха людей – особое внимание. Районный туристический слет Торфест 2023, посвященный Году мира и созидания, проходит в Нежевском лесу. Команды предприятий и организации Случины посоревнуются в туристических и спортивных видах. Также будут конкурс туристического быта, творческие и шуточные эстафеты. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дорогие друзья, наш туристический слет был бы немыслим без двух составляющих. Первое – это все вы участники. Давайте поприветствуем аплодисментами друг друга. Громче, громче! И второе – это организаторы турслета. Разрешите вас поздравить с открытием этого туристического слета в этом году. Это уже, как у нас, наверное, ежегодная традиция соревноваться в здоровом образе жизни. Разрешите пожелать вам, чтобы вы хорошо отдохнули, зарядились положительной энергией, завели какие-то знакомства, хорошо отдохнули и хорошо соревновались. Пусть победит сильнейший. В исполконе все спортсмены, хоть работают три смены, мы разрушим все шаблоны. Перед вами – чемпионы! Круче кипятка, круче вертикали, круче всех гор, крепче камня и стали. Ребята! Погон! Девчонки! Команд! Мы – команда! Рафинат! Мы – команда Рафинат, которая панатеет на туристлете. Секундомер? Да! Гулянка? Да! Термометр? Да! Алкопестер? Нет! А почему? Это нечестно! Наш самый главный ход. Уж он точно, как в сыромасле, живет. Мы верим ему, и за ним мы идем. С твоим капитаном не страшно ни ночью, ни днем. Наши правила простые. Они у нас такие. В лесу мусор не бросать, и деревья не ломать, и ругаться, и не дать, честно всем соревноваться. А затем на дискотеке петь, плясать и танцевать. Полюбить и подружиться, а потом и пожениться. Пусть мы вас не обыграем, но свадьбу точно мы сыграем. А девиз у нас такой. Ты со мной, а я с тобой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Владислав Барай, Владислава Бельдюкевич, Алексей Доманский и Олеся Дичковская чемпионы и еще выполнили норматив на звание мастера спорта по спортивному ориентированию. Владислав Барай стал чемпионом Беларуси на спринтерских дистанциях и получил звание мастера спорта. Поздравляем наших спортсменов и их педагогов Дмитрия и Екатерину Кравченко. 10 июня для слуцких футбольных команд удалось. И второлиговый Шанхай, и Слуцк, играющие в вышке, заработали по 3 очка. Шанхай выиграл в Старых Дорогах 2-1, а следующую игру 18 июня проведет на стадионе Слуцкого государственного колледжа с Любинской командой «Ареса». Дружина Александра Гуриновича выиграла 3-1 у Новополоцкого «Нафтана» и поднялась на 6 место 17 июня в 14.00. На городском стадионе в Слуцке пройдет товарищеская встреча «Слуцк-Белшина». А сейчас традиционная погода. 17 июня прогнозируют облачную без осадков погоду. Ветер юго-восточный и южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 15 градусов, днем плюс 22, плюс 29. 18 июня погода существенно не изменится. Будет тоже облачно, без осадков и жарко. Ветер преимущественно южный 2-5 метров в секунду. Ночью будет плюс 17, плюс 18 градусов. Днем жарко, плюс 24, плюс 30. 19 июня синоптики обещают сухую облачную погоду. Ветер преимущественно западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 19, плюс 16 градусов. Днем плюс 21, плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Напоминаем, будьте активными в наших социальных сетях YouTube, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм и Телеграм. И присылайте нам ваши важные и полезные новости. Давайте сделаем наш город лучше вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин